Найдите наибольший квадрат, который не делится на 10, то есть кончается не на 0, и превращается в квадрат при зачеркивании четного числа последней цифры. Ну, то есть много пунктов. Две цифры зачеркивают, 4, 2n, то есть для каждого равного числа n надо отдать свой ответ. Если что-то дается посмотреть, то в пункте а становится более-менее понятно, что ответ это 4901. Ответ в пункте b получить уже тяжелее. То есть вот он такой, 24,019,801. Ответ по всей задаче это 4, n-1,9, потом n-1,0, и потом 1, и все это в квадрате. Давайте докажем, что такое число действительно является наибольшим. Ну, во-первых, что значит отрезали 2n последних цифр? Давайте вот это вот отрезанное число обозначим буквой а. То, что получилось после отрезания, обозначим как у квадрат. А все это вместе это x квадрат. Тогда получается уравнение. x квадрат, это y квадрат умножить на степень числа 10, то есть на 10 в степени на 2n, и плюс а, да? x квадрат, это y квадрат умножить на 100 в степени n, плюс а. Здесь число а, это вот какое-то от единицы, но меньше, чем 10 в степени 2n. По форме разницы квадратов получаем вот такое разложение. Давайте рассмотрим два случая. Когда вот эта скобка больше единицы, то все довольно просто. Тогда она минимум 2. И значит, 2 умножить на вот эту скобку меньше, чем 10 в степени 2n. Ну и дальше уже просто. x плюс 10 в степени n не больше, чем x плюс 10 в степени n. Потому что y, это же не ноль, это какое-то натуральное число. Это у нас, как мы уже поняли, меньше, чем 5 умножить на 10 в степени 2n минус 1. И значит, x меньше, чем вот это число минус 10 в степени n. Как вы помните, у нас вот здесь на ответ претендует число 5. Давайте напишу это. 5 умножить на 10 в 2n минус 1 минус 10 в степени n плюс 1 в степени квадратов. Вот на ровле x претендует вот это число. Оно больше, чем вот это. Поэтому, если нам удастся его определить в качестве ответа, то первый случай, значит, будет неинтересен. Потому что он приводит к меньшему, чем на самом деле числу x. Второй случай смотрим. Пусть x минус 10 в степени n на y это единица. Ну, тогда вот эта скобка будет то самое а. И если вот это уравнение сложено, получится 2x это а плюс 1. Ну, значит, 2x не больше, чем 10 в степени v. А если вычтем из второго первое, то а минус 1 это 2 умножить на 10 в степени n. Так, теперь смотрите. Получается, что а плюс 1 можно записать как а минус 1 плюс 2. а минус 1 делится на 2 на 10 в степени n. Ну, а 2 пределит 2. Значит, 2x дает остаток 2 в разделении на 2 умножить на 10 в степени n. На 2 склашаем, получается, что x дает остаток 1 в разделении на 10 в степени n. То есть, что такое x? Это много-много, а именно n минус 1 в 0 и единица, но там какие-то цифры. Так вот отсюда. Но при этом у нас есть вот это вот неравенство. 2x не больше, чем 10 в степени n. То есть, на самом деле, x не больше, чем 5, после чего идет 2 умножить на 1 в степени n. Ну, ясно, что из таких чисел наибольшим является вот именно такое. Давайте посмотрим, что чему равно. Значит, в качестве числа x мы берем то, что здесь внутри скобки. Слово а – это 2x минус 1, то есть это 10 в степени 2n минус 2 умножить на 10 в степени n плюс 1. y – это 5 умножить на 10 в степени n минус 1 и минус 1. a – это 10 в степени 2n минус 2 на 10 в степени n плюс 1. А x – это вот это наше число. Все подходит. Такой x действительно не больше. А в елки сделב сотня 5 минус 2 не flat 10 в степени. Ее подходит. zu